Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи. Михаил Хлистунов, обзор рынка от компании Fibagroup. Михаил, трейдер из Москвы уже с нами, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги! Начнем по обычному варианту. Расскажу, что было на прошлой неделе, и рассмотрим события текущей недели, что есть интересного, как из этого можно извлечь прибыль. Что у нас было на прошлой неделе? У нас было заседание Европейского Центрального Банка, выборы в парламенте, в британском парламенте. Заседание Европейского Центрального Банка закончилось выступлением главы Европейского Центрального Банка Марио Драги. Он нам рассказывал о том, что политику количественного смещения продолжат придерживаться ее. То есть они будут продолжать печатать деньги в размере 60 миллиардов евро каждый месяц, то есть так же, как и раньше, как минимум до конца текущего года. Вот, в своих высказаниях говорят, почему мы будем это делать, европейцы, Европейский Центральный Банк, потому что есть проблемы с безработицей, которые без этой программы просто, ну, они станут насущными, да. Сейчас у них все хорошо. Вопросы финансирования новых проектов, вопросы с инфляцией, то есть у них там с инфляцией не достигает они прогнозов показателей. То есть только за счет печатного станка они говорят, что справятся с текущей экономической ситуацией, сложной экономической ситуацией. Вот, дальше выборы, британский парламент. Внимательно все следили, я думаю, за этим Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, член правящей консервативной партии, набрала 318 голосов из 320 нужных для того, чтобы у нее было подавляющее большинство, чтобы она законопроект продвинула и единогласно приняли. Такого не получилось, она очень была грустная в пятницу, вот, и пришла к выводу, что ей нужно объединиться с какой-то маленькой партией для того, чтобы все-таки ее законопроекты принимались быстро и без задержек. В итоге она объединилась с маленькой партией, честно скажу, не помню какая, партия, которая оставит интересы северной Шотландии. Вот, и теперь у нее подавляющее большинство. После того, как она с королевой обсудила этот момент, то есть, получается, правящую коалицию создала, она выступила с речью, в которой в 10-дневный срок, после проведения парламентских выборов, то есть прошлого четверга, они начнут принимать активные действия по инициации Брексика. То есть, прям вышла и прям сказала перед британским народом. Вот, и сказала, что в ближайшие пять лет этот Брексит состоится. Вот, это, не стоит забывать, что это все политика, она очень сильно оторвана от действительности. Вот, что на самом деле будет, большой-большой вопрос. Вот. Касательно фунта стеллингов, этот момент фунт стеллингов упал на 200 пунктов, на две фигуры, вот, в своей стоимости по отношению к доллару США. И аналитики сразу пересмотрели, там, прогнозы свои по текущей экономической ситуации, по позициям фунта стеллингов и так далее. Прошлая неделя есть. Текущая неделя. Завтра у нас очень важное событие, некоторые его называют историческим для ближайших кварталов. Завтра у нас будет публикация ключевой ставки в Америке и пресс-конференция Джанет Йеллен по монетарной политике. Будет это в 9.00 по Москве, в 9.30 выступает Джанет Йеллен. Ожидают увеличение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Это незначительно, этого недостаточно для экономики. Лично мой сценарий, что повысит именно на 0.25 базисных пунктов, рынку этого будет недостаточно, и мы увидим на евро-долларе импульс наверх, порядка 200 пунктов. Все эти соображения я изложил в своей статье, которую выложил на сайте FiboGuru, FiboForex, вот, с графиком евро-доллара. Попозже скину ссылку в чат, можете посмотреть, высказать свое мнение. Второе важное событие этой недели – это заседание Центробанка Российской Федерации, накануне которого будет выступать Путин, телемост на него будет прямой в четверг в 12.00. И слушал коллег то, что экспирируются фьючерсы, да, 15-го числа экспирируются производные инструменты, а как следствие будут перезаливать, то есть закрывать старые контракты, которые подходят срок экспирации, и совершать новые сделки с новыми производными инструментами на квартал. Вот, соответственно, в преддверии заседания Центробанка ждем повышенную волатильность за счет выступления Путина. Всегда, когда выступают первые лица, очень повышенная динамика в национальной валюте, в активах, тем, у которых затрагивают первые лица. Дальше. И экспирация фьючерсов – это как минимум будет объем, то есть открыть-закрыть сделку, открытый интерес будет высокий. Волатильность растет в преддверии Центробанка, а в пятницу снижение ключевой ставки, опять-таки, на 25 базисных пунктов по прогнозам, что позитив для внутренней экономики, то есть дешевые кредиты, подъем бизнеса и так далее, и негатив для всех, кто инвестирует в Российскую Федерацию в расчете на корритрейт. Вот. Доллар крепнет, рубль слабнет. Чисто, фундаментально вот такой вот небольшой прогноз. Что будет на самом деле, внимательно следим. Вторая половина недели у нас очень-очень горячая. Давайте посмотрим графики, что нам они дают. Давайте посмотрим, что они дают, лишь бы не забирали, самое главное. Хотел показать касательно сделок, которые я совершал. Я еще в четверг на той неделе, с четверга на пятницу, говорил, что я на тени, который давал фунт стерлингов, искал покупки. То есть вот он, эта зона. Вот она, эта зона, да, я отсюда искал покупки. Покупал я от уровня 27300, меня выбивало постоянно. И сегодня с утра дали очень хороший ретест. То есть все трейдеры прекрасно знают, что надо совершать сделки на ретесте. И я совершил ряд сделок, довольно много, вот, и собрал вот этот вот импульс, да, восходящий. До сих пор нахожусь в лонгах по фунту. Сделка спекулятивная, оторванная от моей основной стратегии. Вот. Чисто работа внутри дня. То есть есть классический. Есть ретест зоны. Совершил сделку. Вот, собственно, собрал. Вот он результат, вы видите. Могу циферку по-крупнее сделать. Понятно. Так. Давайте посмотрим евро-доллар. Так. Что, я думаю, будет происходить? Если мы рассмотрим общую перспективу, то есть, как у нас цена себя ведет в долгосрочной перспективе, можно увидеть у нас... Вот такая волшебная линия, она мне очень нравится, как она встает на график. Сейчас я приближу. Это у нас было начало 2015 года. Вот так вот прицепилась на тень. И вот эта вот тень, ну, вот такой вот технический анализ, да. И мы видим, что раз уровень, да, здесь захват ликвидности, май 2016 года. И сейчас мы вплотную подошли вот к этой зоне, да, которую оттестировали, и как-то тут себя цена ведет. Учитывая, что это дневной график раз, и что волатильность у нас может достигать порядка 100 пунктов, это два. То есть, вот эта зона, это переломный момент. Либо у нас продолжается тренд вверх, да, то есть, у нас все-таки произойдет перелом тренда, и цена евро начнет расти по отношению к доллару США. То есть, полгода ослабление доллара покажется всем мало. Вот. Второй вариант, что все-таки это экстремальная зона, и все-таки у нас будет следующий цикл снижения, как минимум в сторону закрытия этого гэпа 500 пунктов. Смотрите, когда изменяют ключевую ставку в Америке на рынке, на рынке может там произойти очень серьезный импульс конкретно к инструменту евро, доллара, доллара, японская иена, по мажорам. То есть, по основным валютным парам. И, соответственно, можно очень хорошо заработать. То есть, вот этот диапазон, до куда я сказал, закрытие гэпа, то есть, 1,07, 1,09, это 500 пунктов, да, может 200 пунктов прям разом, раз, и сходить. То есть, прям с четверга на пятницу, раз, и уже может сходить. То же самое вверх, 200 пунктов, прям сразу после того, как Джанет Хелен начнет вещать. Поэтому идеальная стратегия для совершения сделок. Если вы считаете, то есть у каждого трейдера есть свое собственное мнение, да, если кто-то считает, что евро-доллар восходящий, идеальный вариант совершения сделки. Покупать от текущих значений, потому что свечи на H4, на H1, на M15 очень так уверенно смотрят вверх, да. И в идеале к завтрашнему дню перенести столб без убыток, чтобы к моменту публикации у вас, скажем так, была сделка с нулевым риском, рассчитанная на рост евро. Если кто-то рассматривает продажи по евро-доллару, то сделать то же самое, найти оптимальный момент для совершения сделок на продажу, и в идеале к завтрашнему дню перенести столб без убыток и ждать выхода новости, которые ввенит рынок либо ваш, либо не ваша сторона. Вот. Еще один вариант возможен. Совершить сделку постфактум, то есть после того, как опубликуют данные о процентной ставке. То есть завтра вечером, сомнам только снится, и начиная с 10 вечера по Москве начинать конкретно прямо работать. Ну, не с 10, а с полдевятого, чтобы посмотреть фазу консолидации, фазу развития рынка в момент публикации новостей и так далее. Как там себя поведет, какие уровни отработаются и так далее и тому подобное. По фунту показал, импульс идет, развивается. Швейцарский франк тоже имеет понижательную тенденцию. Вот. Дает очень хорошие точки входа, но сейчас уже поздновато. Нужно ждать либо уровня ретеста 96.64 и покупать от него, либо ждать, когда вот этот вот импульс разобьется. Мы увидим, как вариант, что-то вот такое. Потом в идеале либо до уровня 96.65 цена пойдет, либо оттестирует значение 96.73 и оттуда искать шорп. Сейчас сделку поздно совершать. Точки входа по мажорам, по основным валютным парам были очень-очень хорошие. Часов в 9 утра по Москве. Собственно, вот они. Ну, по фунту вот они и были. Вот они в 8 утра. В 8-9 утра можно было построить линию контроля и по ее пробитию совершить сделку. Ну, собственно, вот что и вы видите. Все. Коллеги, если есть вопросы касательно трендов на текущий день, следующий день я готов на них ответить. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Я вот смотрю на рынок, честно говоря, в полном раздумье. И так честно, так не очень. Михаил, такой вопрос. Если бы вам сейчас, прямо сейчас надо совершать сделку было, на что бы вы посмотрели особенно внимательно? Имеется в виду на графике или вообще на новости, которые там выходят? Вот сейчас, допустим, вам надо покупать, вы хотите зайти на рынок, что-то купить. Да что бы вы в первую очередь посмотрели, что вам первое пришло бы в голову? У нас выходят данные по инфляции в Америке. Группа показателей по инфляции. Через 12 минут индекс цен производителей, индекс цен год к году, месяц к месяцу. Вот, буквально через 11 минут. То есть, все вы прекрасно знаем, что в последнее время новости не особо хорошо работают, они дадут импульс. Я бы подождал 12 минут выхода новости и совершил сделку. А если прямо сейчас, давайте по price action я покажу график евро-доллара. Давайте посмотрим. Бангистов без убытки я не буду совершать сделки, я покажу вам. Давайте. Я бы построил вот такую вот линию контроля. Вот такую. Максимум, так, отдалю. Максимум вчерашнего дня, максимум сегодняшнего дня, это две экстремальных зоны, которые являются контрольными. При подходе к этой зоне совершать сделки на продажу. Вот такая вот стратегия. До этого значения осталось буквально 5 пунктов. В принципе, можно прямо сейчас продать, стоп поставить за локальный хай. Первый вариант, то есть продать с текущих, по 1.12.20, 1.12.18. Стоп поставить 1.12.30, первый вариант, это за хай текущего дня, и второй вариант, 1.12.35, за хай вчерашнего дня. Вот. И в рамках ближайших 11-12 минут переносить то без убыток по моей волшебной стратегии, наслаждаться процессом. Понял вас. Михаил, спасибо. У Ильи Кравцова из города Камышин Волгоградской области есть к вам вопрос. Илья, добрый день. Заходите в эфир. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Михаил. Вопрос такой. Михаил, покажите, пожалуйста, еще раз какой-то график, который сейчас был. Так. Да, включил. Евро-доллар. Ну, пусть будет он, да. Посмотрите, вы провели контрольную линию, вы говорите, да? Ну, это получается паттерн. Вообще, знаете название этого паттерна? Нет, не знаю. Ну, скажите мне. АБДР, да? Ну, и ладно. Данный паттерн, как бы, в общих кругах называется, ну, по идее, его называют триндейц. Ну, ладно, суть не в этом. Не понял, что ли? Триндейца. А, триндейц? Ну, конечно, знаю, да. Траняец. Ну, ладно, вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, при подходе, допустим, к третьей точке касания, да, к данному паттерну, знаете ли вы, будет ли пробит этот уровень, либо будет отбой, либо будет ложный пробой? Вообще, никто не знает. Остается только предпринять ту стратегию, которой вы придерживаетесь, и все. Никто не знает, что будет дальше с ценой. Мы можем вырвать эту стратегию. А вы знаете, кто будет после пробития этой линии? Со сто процентов вероятности? Нет, дело в том, что, как бы, у меня, допустим, нет, вот как я работаю по другой системе, да, она с уровнями не связана. Но дело в том, что, почему, допустим, я отказался там от паттернов и подобных, да, там уровней, вот, потому что, правильно вы говорите, никто никогда не знает, будет ли пробой, либо отбой от него, да, но если есть цели, если есть цели, допустим, выше, скажем, этого паттерна, там, и так далее, соответственно, уровень будет пробит, и он не заметит его вообще. Вот именно по этому случаю, как бы, именно из-за этого, да, я отказался от этих паттернов в свое время. Они не всегда отрабатывают, да? Ну, потому что, да, они отрабатывают хорошо, по сути, на истории. То есть, вот при подходе, да, к этому уровню, например, смотрим, например, раз возникает отбой от этого уровня, там, одна свечка пошла, да, вторая свечка пошла. Вот, я неоднократно ловился на такой ситуации, что ну все, значит, отбой, да, надо отсюда продавать. Вот, а третья, четвертая свечка, она просто пробивает. Многие думают, ну да, наконец-то пробило, мы начинаем покупать, ну, к примеру, да? Вот, мы начинаем покупать. Она делает одну свечку небольшую вверх, вторую свечку небольшую вверх и обратно в шорт пол. Ой, знаете, получается, как можно. То есть, там засаживаются как и покупатели, так и продавцы. Да, это называется вынос топов. Это крупные игроки продавливают рынок через стакан котировок и тем самым выносят тех, кто высаживают, тех, кто использует данные форматы. Это классический вариант, да, это нужно учитывать. Вот именно, да, именно потому, что, допустим, это очень, скажем, старые паттерны, да, очень многие их знают и многие используют, именно поэтому они просто не работают. А смотрите, я с вами полностью согласен, действительно, то есть, все, что уже заезжено, да, все, что уже известно, априори не работает. То есть, есть крупные игроки рынка, которые прекрасно знают, как действует толпа и делают все, чтобы забрать их деньги. Напоминаю, что моя торговая стратегия строится на теории близких стопов. Обратите внимание, я сделку совершил, перенес тот без убыток. И без разницы, отработает паттерн, не отработает. Я в любом случае получу плюс. Смотрите, фунт, доллар. Вы получаете потихонечку тралли эти позиции? Ну, не то, что траллю. Я совершаю очень много сделок в расчете на то, что все-таки паттерн отработается. То есть, еще эту точку входа. Не угадал, я получил чуть-чуть минус. Не угадал, получил чуть-чуть минус. Не угадал, так много раз. В конце концов, у меня получается, я ловлю этот импульс. Если посмотреть по линии эквити, то у меня потихонечку сначала вниз, 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 а потом раз, сразу импульс поднял, у меня линия эквити как дала вверх, и все. И опять я ищу эти точки входа, у меня стопит, 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 я поймал импульс на 5 вверх. Вот. Теория близких стопов в действии. Получается, смотрите, значит, при подходе к третьей точке касания вы будете закрывать вручную? Не понял. то есть, мой лонг, который у меня есть, вы про это говорите? Да. конечно. Нет, не буду. Ну, все, в принципе, вопрос. Нет, спасибо. Ясненько. Подели вас, спасибо, Илья, за ваши вопросы, спасибо Михаилу за презентацию и ответы на вопросы. Хорошего дня, Михаил, удачи сегодня. Да, и вам всего хорошего, очень приятно было ответить на вопрос профессионала, Илья. Большое спасибо за дискуссию. Всего хороших трейдов всех. Всего доброго. До свидания.